Здравствуйте! На календаре конец мая. В этом сезоне нам повезло с погодой. Во время цветения садов не было возвратных заморозков, поэтому завязалось много плодов. Вся рассада, высаженная в грядки, отлично прижилась, а в теплице даже созревает первый урожай. Присоединяйтесь, сегодня у нас, как всегда, много работы. Томаты в теплице прекрасно растут, цветут и хорошо завязываются. А на ранних гибридах даже уже поспевает урожай. Но у моих томатов в теплице есть проблема. Вот она. Это желтые хлоросичные пятна между прожилок. Большинство дачников думает, что это нехватка железа. И, соответственно, опрыскивают растения хилатами железа. Но дело в том, что хлороз бывает разный. И, во-первых, это зависит от свойств и типа почвы. Ну, к примеру, если у вас почва щелочная или кислая, то некоторые элементы питания могут просто не усваиваться вашими томатами. А еще бывают почвы, на которых этих элементов попросту не хватает. И это как раз мой случай. Дело в том, что земля у меня на участке супещаная. И из нее очень быстро вымывается магний. Поэтому и хлороз магниевый выражен гораздо больше. Но эту проблему можно решить. Чем мы с вами и займемся? Я приобрела натуральное удобрение, которое содержит магний и бор. Готовить рабочий раствор нужно обязательно согласно инструкции. Берем необходимое количество и насыпаем в бутылку. Наливаем небольшое количество воды. Тщательно размешиваем. В свою бутылку я добавлю настой биогумуса. В нем много питания. Далее добавляю удобрение на основе водоросли. И третий компонент. Это мягкое гуминовое калийное удобрение. Завязываются плоды, и калий сейчас будет совсем не лишним. Рабочий раствор для подкормки полностью готов. Препараты биокомплекс можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf Здравствуйте, дорогие дачники. Некоторым надо покупать семена, некоторым надо уже сеять семена. А мы сегодня будем их собирать. Сегодня какое у нас число? 24 мая. Неплохой результат. Сейчас я вам это докажу. Итак, первый огурчик на входе растет. Директор, он должен впереди контролировать всех. И вот я срываю три огурчика. А сейчас я буду срывать самый мой любимый огурец 2017 года. Огурец Green Line российской селекции. Обратите внимание, это самый вкусный огурчик в нашем ассортименте. Дорогие дачники, какие еще огурцы нужно обязательно посеять? Ну, в частности, огурец Excelsior. Когда все гибнут от похолодания, от сильной жары, да, этот начинает пачки выбрасывать огурцы. Скоро лето, и надо сеять редисы устойчивые к стрелкованию. Это, в частности, ну, здесь кто лидер? Селеста, Рандар. Есть брокколи. Какие самые лучшие гибриды? Фиеста, Самсон F1. Самсон F1. Чем интересен? Он устойчив к похолоданию. Петрушку. Обязательно сейчас надо сеять. Вот я мало посеял. Итальянский гигант. Это самый крупный. Она всем нравится. Многие хотят укропчик посеять. Спрашивают, а какой быстрее? Какой быстрее? А есть такой укроп Гринслив 3. Если вас две срезки устраивает, и быстро вы его сеете. И арбузы. Все, тепло можно сеять арбузы. И вот, наконец-то, у нас появился российский арбуз. Максимус. Это яркий. Я его когда кушал. Красный, вкусный. Вот думаешь, ну, наконец-то, создали стоящий арбузик в России. Тыква мраморная. Это самое высокое содержание сахара. Вот тот небольшой ассортимент, о котором я сегодня хотел с вами поговорить. Дорогие дачники, желаю вам вот такого богатого и надежного урожая. Вот с такими огурцами. Огурцы, которые сделаны за границей и у нас в России. Семка Самара приглашает в фирменные магазины за дачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля 9500-900. Цветоводы, которые занимаются выращиванием георгин, знают, что их очень любят такие вредители, как хрущ и проволочник. Поэтому при посадке этих вредителей мне нужно отпугнуть. Химию я не использую. Не хочу губить полезную микрофлору на своем участке. Приступаем к посадке. Выкапываем посадочную яму глубиной приблизительно 30 сантиметров. В верхний слой почвы я вношу один стакан из пятого кофе. Кофейный жмых, который у меня остается в кофемашине после приготовления утреннего напитка. Кофейный аромат вызывает у нас с вами аппетит, но напрочь отбивает его у почвенных вредителей. Следующий компонент – это горчичный жмых. Мне понадобится всего одна столовая ложка. Горчичный жмых лечит бактериальные болезни, отпугивает проволочника и нематод, очищает почву от корневых гнилей и подавляет развитие фитофтороза. А по содержанию элементов питания горчичный жмых в 10 раз эффективнее перепревшего навоза. Георгины при посадке желательно сильно не заглублять, они могут подгнить. Лунку засыпаю наполовину и хорошо уплотняю почву. Это еще не все. Продолжаем дальше отпугивать вредителей. Мне понадобится декоть березовый. Этот запах отпугнет кого угодно. Я беру ватные палочки и смачиваю их в тегте. Кладем палочки с двух сторон в зону корней. И досыпаем грунт. Формируем лунку и поливаем. Для посадки я выбрала георгин, который называется Art Nouveau. Его высота всего 40 сантиметров, а посоветовал мне эксперт нашей программы Иван Якшин. И он уже приехал ко мне в гости. Осенью я на эту грядку высадила молодую землянику. Помнишь, мы ее вместе с тобой укрывали? Земляника великолепно перезимовала. Сейчас она цветет и завязываются крупные ягоды. Знаешь, что я не хочу? Чтобы сюда заселились вредители. Вот кто обычно докучает земляники? Земляники докучают множество вредителей. Это и хрущи, и проволочники, и куча других вредителей. Но не хотелось бы применять химию. Химию, потому что и деток кормим. Поэтому ни в коем случае. И хочется нашим дачникам рассказать о самом безопасном способе, который позволит на 100% избавиться от этих вредителей. Мы будем заселять эту грядку нематодами. А какой принцип действия у этой нематоды? Вот нематода попала в почву. Что происходит? Нематода хочет кушать. Поэтому она ищет насекомое, проникает внутрь насекомого, выпускает специальную бактерию. И эта бактерия разрушает насекомое. И насекомое превращается в корм для растений. Вот эти красивые узоры, это как раз нематоды ползали по поверхности упаковки. То есть они живые? Они живые, да. Они живые и хотят есть. Вскрываем упаковку. И выпускаем наших нематод на свободу. Желательно взять ведро воды, которая немножко нагрелась на солнышке. Мне кажется, они так быстрее оживут. Да. Равномерно перемешали. Они распределились по всему объему воды. Это у нас получился маточный раствор. Чтобы равномерно полить грядки, потому что вот этой упаковки нам должно хватить на сотку. Мы берем небольшое количество маточного раствора и добавляем в лейку. Мне кажется, что нематода любит влагу, как и все живое. Поэтому перед применением грядки желательно сначала хорошо полить. Мы это сделали. А теперь просто слегка смачиваем почву. То есть сильно проливать не обязательно. На поверхность почву вносим, а дальше они уйдут сами на нужную глубину и будут есть наших насекомых. Так. Еще сегодня мне нужно обработать вокруг яблонь от плодожорки и от галлицы на смородине. Так же работает и отличный этот препарат. Этот препарат работает против широкого спектра вредителей, поэтому применять можно без опаски на любых культурах. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122. Продолжаем нашу программу. Займемся работой на морковной грядке. Морковь необходимо прореживать, и это знают все. А когда и как? Это вопрос извечный. Первое прореживание моркови проводят, когда на ней будет два настоящих листочка. Правило первое. Перед тем, как прореживать морковь, ее необходимо хорошо полить. Лишние всходы дергаем аккуратно и строго вверх, чтобы не повредить рядом растущие корнеплоды. Если вы их повредите, соответственно, они будут корявыми. После первого прореживания расстояние между растениями должно быть 2-3 сантиметра. Правило второе. Все растения, которые вы вытернули, ни в коем случае не оставляйте на грядке. И это привлекает морковную муху. Чтобы ее дезориентировать, после прореживания посыпьте свои грядки табачной пылью. А еще вредителям не нравится запах бархатцев и календулы. Поэтому эти растения я высажу рядом с морковной грядкой. На углу грядки я посажу сорт календулы, который называется богиня солнца. Посмотрите, какие у него лепестки в виде иголок. Работа на морковной грядке подошла к концу. Я постаралась совместить полезное с приятным. Мои грядки красивые, а морковка защищена от вредителей. А я передаю слово нашему эксперту по борьбе с нежелательными вредителями. Здравствуйте, уважаемые дачники! Весна в этом году не баловала нас теплом. Надеюсь, лето это компенсирует. Но с наступлением тепла активизируются и муравьи. Переносчики столь небезопасной для наших растений тли. Начните борьбу с ними раньше, чтобы это было эффективнее и проще. Пожалуй, самым эффективным способом борьбы с муравьями является использование различных приманок. Наиболее удобной формой является приманка в виде порошка, которая выпускается, например, в капсулах по 2 и 4 штуки в упаковке. Капсулы открываются, чтобы обеспечить муравьям доступ к приманке и раскладываются на дорожках передвижения муравьев. Особо рекомендую приманку в банках со специальным дозатором по 100 грамм. Приманка раскладывается на подложках из картона, пластика, по пол чайной ложки и размещается в местах, где замечены муравьи. Также можно заполнять приманкой освободившиеся капсулы. В помещении удобно таблетированная приманка в дисках-контейнерах. Дополнительно рекомендую использовать вам приманку в форме геля. Он выпускается в тубах по 30 миллилитров. И удобен тем, что гель легко размещать на вертикальных поверхностях. Работает он по тому же принципу эпидемии. Представляю вам новинку этого сезона в борьбе с муравьями. Инсекто-акрицидное средство в форме концентрата эмульсии от муравьев. Предназначенное для борьбы со всеми видами муравьев, как бытовыми, так и на открытых территориях. Напомню вам о профессиональных эффективных средствах от летающих насекомых. Концентраты от комаров и от мух. На обработанной поверхности раствор образует микропленку. Сначала отпугивающую, а затем убивающую насекомых. Одного флакона 50 миллилитров достаточно для обработки 200 квадратных метров. Позаботьтесь о своей безопасности и обеспечьте себе комфортную работу и отдых на своих дачных участках. Я рекомендую абсолют приманку, абсолют гель и профессиональные концентраты от комаров, от мух, от муравьев. Оптовый центр «Зеленый остров» представляет широкий ассортимент средств борьбы с садовыми и бытовыми вредителями. Более тысячи наименований. Многие дачники приезжают на свой участок два раза в неделю, а некоторые могут попасть туда только в выходные дни. И, естественно, готовить им различные настои просто не с руки, нет времени. И поэтому самый покупаемый продукт в магазине – это готовый биогумус. Это удобрение отлично выручит, если мы будем давать его по листу. Все мы знаем, что питание по листу отлично усваивается. Готовим рабочий раствор 5 мл на 1 л воды. Отправляемся в теплицу. В составе этого жидкого биогумуса есть магний, бор и медь. Это самые важные микроэлементы для нормального развития томатов. Если томаты не испытывают дефицит такого микроэлемента, как медь, то, соответственно, они не будут болеть фитофторозом. Бор, как все мы знаем, способствует лучшей завязываемости плодов. А томаты как раз сейчас цветут. А наличие магния сделает томаты более сладкими. Идемте, я покажу, какие у меня наливаются перчики. Такие крупные плоды наливаются на гибриде перца, который называется клаудио. Рядом у меня растет полезный сорняк – чистотел. Пока удалять не буду, буду использовать его для зеленого удобрения. Ну что ж, биогумус достается и моим перцем. Далее я займусь подкормкой декоративных культур. Сегодня я буду давать корневую подкормку и буду использовать специально профессиональное удобрение для роз. Готовим рабочий раствор. Буквально колпачок на лейку воды. На один взрослый куст нужно около пяти литров рабочего раствора. В удобрении содержатся аминокислоты, природные гуминовые кислоты из леонардита, комплекс витаминов, комплекс макро- и микроэлементов. И дома, и на грядке все растения в порядке. Спрашивайте продукцию в магазинах вашего города. В начале сезона дачники проделали большую работу. Мы с вами заправили грядки, высадили рассаду. А дальше, за всем за этим, нам еще с вами придется ухаживать. А это, кстати, колоссальная нагрузка на позвоночник и на суставы. Если возникли такие проблемы, помощником станет аппарат «Алмак Плюс». Магнитное поле «Алмак Плюс» оказывает обезболивающий эффект, уменьшает отек и воспаление. Новинка «Алмак Плюс» в аптеках «Вита», «Алия» и магазине «Домашний доктор». Еломет. Бывает, что неприятный запах очень раздражает. Но есть простое, эффективное решение данного недоразумения. Если запах вас тревожит, доктор Робик вам поможет. И не забывайте, раз в месяц применяйте. На этом наша программа подошла к концу. С вами с удовольствием работала Марина Рыкальна. И я надеюсь, была для вас максимально полезна. Подписывайтесь на мой канал YouTube Марина Рыкальна и смотрите полную версию программы. Увидимся. Пока.